Всем привет! С вами Лина. И сегодня мы будем готовить домашние чипсы. Да. Для одной порции, в принципе, хватит двух, наверное, таких больших картошек. Но так как я буду есть их не одна, я взяла пять. Прежде, конечно, их помыла, почистила. И сейчас будем резать на терке. Для этого можно использовать две разные терки. Одна из них плоская, ну и здесь тоже есть плоская, и рифленая. И получатся тонкие пластинки, равномерные, которые домешим. Опять же, опустятся в холодную воду. Ну и салфетки. Обычно для того, чтобы вся влага стекла, чтобы когда в разогретое масло их кидаешь, масло не брызгало, вот. Ну, в общем-то, берем один картофель, саму терку, выбираем, какая нам нравится. Ну, я покажу на двух, на обычной, на рифленой. Не знаю, наверное, для удобства возьмем тарелку. Я ее сверху поставлю тарелку. И начали. В общем-то, вот такие тонкие пластинки получаются. И они, он довольно быстро должен приготовиться. Масло. В общем-то, наши будущие чипсы. Это ровные. И сейчас вам продемонстрирую не на ровной, а на рифленой. Мне кажется, проще запустить в какой-то комбайн. Или я там не строю, чтобы картошка самотерлась. Да, они какие-то неровные получатся. Но, в принципе, вы можете видеть, что они действительно такие рифленые. Форму больные не сохраняю. Ну, не так, что на самом деле, и плохо. Форма есть. Ну, а пока масса подогревается, у нас и салфетки, которые мы разложим на столе. Поверх мы положим всю картошку, которая у нас улучшилась. Целый контейнер. А вы представляете, сколько это будет? И желательно еще сверху прикрыть салфетками, чтобы однозначно вся влажность, то есть вода ушла. Ну, масло уже закипает в сковородке. Первая партия лежит, уже раскрытая. Она уже подсохла немного. И берем и закидываем туда. Для лучшего контроля у тебя. Я поставила готовить картошку на довольно маленький огонь. Ну, вы можете видеть, что она очень медленно румянится. Ну, и, конечно же, надо ее переворачивать, чтобы она прожаривалась со сторон для лучшего хруста. Вот. И наша картошка постепенно готовится. Ну, уже можно наблюдать, что уже примерно есть. Ну, в общем-то, ожидаем, что все получится. Посмотрим, что будет в конце. Расскажу вам один мини-лайфхак. В плане промокания картошки. Если у вас ее очень много и вы устали заворачивать их в салфетки, просто возьмите вашу кучу салфеток. Ну, стопочку. Не знаю, можно назвать стопочкой или нет. Берете картошку, обмакиваете ее на разу три и закидываете. Ну, вот, 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 вот как получается. Выглядит довольно вкусно. Остается только убрать все остатки масла с помощью салфеток и засыпать специями. Можно и сделать острыми, благодаря перцам разных видов, сортов. Ну и опять же, солька. Ну и в общем, все, что вам по вкусу придется, то и насыпите. Ну и размешайте, и все. У вас получатся вкусные чипсы, домашние. Ну, наши чипсы готовы. И почти остался последний штрих. Это перец и соль. Я взяла вкусную соль с приправами. Перцев здесь несколько. Он просто для остроты. Так как, почему бы и нет. Ну и в принципе, я сыпем. Все туда. Сыпем, сыпем. Так как у нас их достаточно много, можно сыпать, не жалея, специи. Ну и сама соль. С травой, наверное, лучше не стоит. А соль подойдет. И тоже опять же засыпаем все. Я еще думаю, чуть-чуть побольше перца. Добавляем крышку. Закрываем наши чипсы. Наша задача, все частично перемешать. Каким-то таким образом. Типа как по кругу. Ну и они так тоже перемешаются. Можем менять в сторону. Если у вас некоторые картошечки могут не до конца быть полностью сухими, то вы можете их подсушить и как раз масло немного еще уйдет или выветрится. Ну и в общем-то, я думаю, вы будете довольны своими чипсами. В общем-то, я ни с чем не переборщила. Может быть, чуть-чуть соль побольше получилась. Но, знаете, это действительно вкусненько. Ну, теперь... Цензура! В общем-то, теперь будет очень приятно смотреть кино и не голодать. Ну, а кто просто будет кушать, тем приятного аппетита. Всем пока!